Стыбников, он был 1910 года рождения, и он был на тот момент единственный человек, который видел эти Гиллу до 1927 года. Удивительно, что у него, то, что он в 1927 году, он приехал и поступил в Ленинградский государственный университет. И он жил вот в этом доме, который стоит вот рядом. Это был дом Ла-Па-Лан, и именно Бимба-Даржич, он в 1936 году стал кандидатом в историческом доме, но как-то советская власть не особо его любила, но как ученый он был очень известным в мире. Это честнейший человек, и его пригласили для того, чтобы опознать Хамбаловну и Тегилову. И он сказал, что Хамбаловна и Тегилов собственной персоной. В 2005 году тоже нас привезли Бимба-Даржича, человек, которому 95 лет, и здесь в Датсане он нам дал очень много, около шести часов мы записали его воспоминания, как жили в этом Датсане, как проходили аресты, где жил Агбанда-Даржиев, но вот очень много информации оставил. И вот здесь мы видим, что Хамбаловна, Байорше, вручает ему тонка Будды Долголетия. И вот таким образом 10 сентября 2002 года Тегилов вернулся к нам. Когда он вернулся, была создана такая необходимость, сбор информации, чем мы и занялись. Ну вообще я хочу сказать, что наша института это совершенно волонтерская организация, она все 11 лет так и работает. И мы пытаемся собрать эту информацию и передать людям. Очень большой интерес проявили ученые. И руководство буддийской самки создало наш институт для того, чтобы мы работали по светской части феномена. То есть то, что передает нам лама, нам нужно перевести это в популярный язык и передать общественные СМИ. И вторая наша задача это работать со всеми, кто интересуется феноменом Тегилова. И третья, ну так получилось, что пошел поток паломников. И выполняя социальный заказ паломников, мы достаточно много стараемся работать, создавать фильмы, рассказывания о феномене Тегилова. И кроме того, конечно, эти международные конференции и все прочее, это вот связи нашего института. И здесь вы видите исследование, которое мы провели в 2004 году. Это вот профессор Звягин, тот человек, который у нас является в России главным человеком по идентификации личности. Он работает в Российском центре судебно-медицинской экспертизы. Мы провели осмотр тела хамбулома Тегилова. И он попросил образцы тела для того, чтобы сделать исследование. Я здесь хочу вам подробно рассказать. К сожалению, в интервете у нас часто неверная информация и очень много неверной информации. На самом деле, мы передали по указанию хамбуломы Дамбая Шиева 4 волоса, которые упали с его головы, кожа, которая отшелушилась. И справа ноги второго пальца лично сам профессор Звягин отрезал 4 миллиграмма ногти. Это явились образцами для исследования. Когда образцы были увезены в Москву, они были исследованы в инфаркасной спектрометрии. Оказалось, что тело Тегилова не претерпело никаких изменений. То есть органическая составляющая тела хамбуломы Тегилова неизменна. Есть небольшие изменения в неорганической части. Но о чем говорят ученые, что каждый из нас по неорганической части отличается. И когда мы получили эти данные, тогда администрация президента России в 2004 году пригласила нас для того, чтобы мы рассказали результаты своих исследований информационному агентству Интерфакс. Ну и далее, после того, как мы дали пресс-конференцию, когда ученые официально сказали, что это единственный случай не только в истории буддизма, но и в человечестве вообще. Кроме того, ученые сказали, что современная наука не в состоянии объяснить феномен хамбуломы Тегилова. Мы только готовы зафиксировать факт его состояния тела. После этого нас пригласили в пресс-центр Министерства иностранных дел. И в РИА Новости для иностранных журналистов мы уже с профессором Звягиным провели пресс-конференцию, на которой профессор Звягиным сказал, что мы вводим в научный оборот новый термин – феномен хамбуломы Тегилова. Он объяснил, что есть три состояния тела после смерти. Первое состояние – это модификация, когда тело высыхает. Второе состояние – это феное дубление, когда тело попадает в болото, становится только красного цвета. И третье состояние – это состояние жировозка или состояние мыла. В таком состоянии находится тело доктора Поткина. А такого состояния, как хамбуломы Тегилова, никогда нигде не было описано. И вот с 2004 года прошло уже 8 лет, мы до сих пор не получили информацию о том, что кто-то где-то когда-то находился в подобном состоянии. Но, тем не менее, мы тоже достаточно много работали для того, чтобы найти подобное состояние. Но на сегодняшний день пока такой информации нет. Есть фигура буддистского монаха в Патарико из Челет Китая, но это мунифицировано. Есть Бага Ди Дао во Вьетнаме, есть в Таиланде. Но это все мунифицированные тела. Но, кроме того, физики говорят, что самое важное и самое удивительное – то, что Тегилов находится в критикальном положении. То есть Тег не может находиться неподвижно. Более двух недель его обязательно в протяжении времени криптации должны придавить. Также очень интересуются вот те, кто вот, ну почему тело не разлагается. Но они сами не отвечают. Тело не разлагается только потому, что оно живое. И таким образом вот столько лет прошло, пока мы не имеем ни одной информации о том, что где-то когда-то кто-то находился в подобном состоянии. И на этой пресс-конференции Тегилов и Верчуды, которая потрясла всех иностранных журналистов, которые были на этой пресс-конференции, тогда я подготовила презентацию, чтобы рассказать о хамболоме Тегилов. И два слайда – это изображение первого хамбола Назаяева. И Тегилов в современном состоянии никто не смог зафиксировать. У всех оказала аппаратура. Вот такие бывают случаи, которые, конечно, естественно, я не могу объяснить. Но такое бывает. Это потрясло всех. Это было написано на многих. И, тем не менее, вот те фотографии, которые они не смогли зафиксировать, то есть отказывала там огромный жительный кристаллический дисплей, и у всех гасла аппаратура. А потом вот те, кто просил, я отправляла по интернету. Ну вот такие случаи бывают. Соответственно, я не могу объяснить, почему это происходит. Ну вот такое бывает. И в 2005 году хамболомат Тегилов дал указание в том, что необходимо найти места рождения всех главных мест в России, по-меду хамболам, и построить буддийский ступор. И тогда перед буддийской самхой стала большая задача. Во-первых, нужно было найти 21 место. А во-вторых, нужно было бы построить вот такие комплексы. И первое, что было найдено, это место, где родился сам хамболомат Тегилов, это местность Киолцита Дава. И вот на сегодняшний день там такой большой комплекс. И вот на нижнем симке, вы видите, разливают Ашан, то есть был найден колодец, которым пользовалась семья-периоргенция. На какой-то момент мы поняли, что она является лечебной, потому что пошел огромный поток паломников. Ну и поскольку дебет воды небольшой, мы вынуждены были, ну, во-первых, мы провели исследование. Оказалось, что само появление этой пресной воды в этом месте является феноменом. Бурят-Геоцентр, который работал с нами, они сказали, что огромное соленое озеро вокруг Солончики, откуда появляются эти источники, понятно. И второе, они сказали, что химический состав очень резко отличается. В нем содержание серебра достаточно большое для воды, которая вот именно в Бурятии. Ну, они сказали, что содержание серебра примерно такое же, как в реке Ганде. И здесь на сегодняшний день это место большого паломничества, и очень много людей приезжает, чтобы взять эту воду. Мы проводим мониторинг, у нас четверо ламб и Волгенского доциана записывают, от чего же, кто же, как лечится. И оказалось, что практически невозможно сказать, что от каких болезней. Ну, вот, тем не менее, вот такой комплекс. И в 2010 году указание хамбаламу и тигилу было выполнено. Найдено 21 место рождения хамбалам, построены вот такие комплексы. Но вот, если вот вы интересовались феноменом хамбаламу и тигилу, то ежедневно мы получаем от него информацию. Она ежедневно публиковывается на сайте буддийской традиционной санхи, и вы можете открыть и почитать. Вот я сегодня еще не смотрела, что же сегодня сказал хамбаламу и тигилу. Но ламб и вот эта информация, они ее для нас комментируют, и тигилу, хамбаламу и тигилу каждый день дают на учение. Все это вы можете увидеть на сайте буддийской традиционной санхи России. И в 2005 году, 30 марта, произошло такое удивительное событие. Мы нашли книгу «12 рождения хамбаламу и тигилу». Эта книга была сохранена 19-м хамбаламойным боем, который к нему обращался в 1973 году. И в этой книге написано о всех его рождении. 12 жизней, то есть 11-й он был хамбаламой за яйдом, а 12-й это хамбаламой и тигилу. Но вот все остальные жизни, о них будем говорить дальше. Вот мы проводили пресс-конференцию «Мировой феномен хамбаламой и тигилу. Проблемы бессмертия». Но мы работаем очень плотно с Российским государственным документальным униститетом, и офис нашего института находится на Новослободской. Это достаточно много было работы, и достаточно была интересная пресс-конференция, где была попытка объяснения феномена. В 2007 году мы провели первую международную конференцию, где 172 участника, это светские и регулиозные ученые, попытались понять и подойти к осмыслению феномена хамбаламой и тигилу. Доклады этих конференций вы также можете найти на нашем сайте. Конференция открываетесь, там все это высыпается. Но очень интересно. Но здесь было интересно то, что в первый день, когда мы встречались в хамбаламой и тигилу, около 70% участников наших конференций видели открытые глаза хамбаламой и тигилу, о чем они официально заявили. Мы совершили две экспедиции в Индии и Непал в поисках информации о прежнем проект канадского хамбаламой и тигилу. И здесь вы видите буддийскую ступу, которая посвящена второй жизни хамбаламой и тигилу, когда он был учеником Будды Шакимуни. Это находится Багаев, в том месте, где Будды Шакимуни достиг просветления. И на нижнем симке вы видите территорию буддийского университета Наланта. И на стеле написано, что в шестой жизни, когда его назвали Дхармапа, и тигилов работал в шестой своей жизни в этом университете. И в 2008 году мы построили дворец хамбаламой и тигилу, где он сейчас живет. И после того, как был построен дворец, у нас появилась новая такая церемония, торжественная церемония сопровождения тигилова в главный храм для участия в больших праздниках. То есть в осенью в году хамбаламая и тигилы принимают участие в Хурале, и тогда каждый может с ним встретиться. Вторая международная конференция у нас прошла в 2009 году. Интересно, это было на этой конференции, что в шесть вечера первого дня три иерарха буддизма, это хамбалама или глава буддиста Монголии, вот Чойжам с лома и Жадори Упачи, это бывший настоятель личного национального лома, и хамбалама на баюше, сходили, измерили температуру тела хамбаламы и тигилы. На тот момент он составлял 34 градуса. В обычном состоянии тела хамбаламы и тигилы обычно от 18 до 22. Ну а когда он принимает участие в Хурале, вот это бывают, вот такие случаи. Но после того, как иерархи нам официально заявили всем участникам конференции, после этого мы говорим, что температура тела тигилы, она изменяется. В 2009 году приехал Ивалгинский датан и встретился с хамбаламой и тигилом президентом России Дмитрия Антоновича Медведева. В своем интервью он сказал, что хамбалама и тигил за нами не только наблюдает, но и присматривает. И было такое удивительное событие в 2011 году, когда мы поехали с выставкой в Соединенные Штаты Америки. К нам очень внимательно отнеслись посольства Монголии в США. И мы подготовили для них доклад о том, как и тигилу помогало им в восстановлении Монголии. И после этого они запросили все материалы. Мы передали им отременный материал. И 14 сентября 2011 года премьер-министр Монголии господин Батбул приехал и наградил и тигилу орденом. Но для всех это было удивительно. Никто не понимал, как будет происходить эти граждане. Но на самом деле премьер-министр выгрузил этот орден над эгелом хамбаламу и тигилами. И тогда вот информационное пространство взорвалось. И писали журналисты о том, что Монголия официально признала хамбаламу и тигилу живыми. И вот это такое уникальное событие произошло. И вы знаете, что недавно, 11-го хмеля, к хамбаламу и тигилу приехал наш президент Владимир Владимирович Путин. Его приезд был очень удивительным тем, что встретившись с хамбаламу и тигилу, он находился более 20 минут. И уже когда он уезжал из Монголии, он очень захотел с ним попрощаться. Он вновь зашел в децент, прощался с хамбаламу и тигилу, он написал свои слова. Он думал, что хамбаламу и тигилу это тот человек, который помогает людям. И вот это последнее событие. Ну, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я так просто пыталась восстановить. Я хамбаламу и тигилу, можно очень много. Вопросы, вы можете спросить, да? Есть вопросы. Вы сказали, что ламу дают послание с этого состояния. А я это, может быть, прослушала. Каким образом это происходит? Какой формы? Ежедневно, каждое утро, ламам-хранитель хамбаламу и тигилу, бимбалама, тот лама, который был инициатором подъема возвращения или выполняет завещание хамбаламу и тигилу, выходит с ним на контакт. И после информации, которую получил от и тигилу, он передает группе преподавателей буддийского университета. Они ее дешифрируют или комментируют для нас, чтобы нам было понятно, о чем говорит хамбалама и тигилу. Ну, это вот на сайте ежедневно. А в какой вкладке? Я вот сейчас на сайте, вы сочетаете? Вы зайдите, там встреча с хамбаламой и тигилу называется. Вот после, по-моему, там лунный календарь идет, и вот сбоку вы увидите встречу с хамбаламой и тигилу. Вы на нее наступаете, и там вот вся информация выходит ежедневно. Встреча с хамбаламой и тигилу. Это Санха-Россия, сайт санха-россия.ру. Ежедневно, я не помню, чтобы пропускалась. Но иногда тигилов не дает. Ну, вот какие-то дни есть, когда он не дает информацию. Но в большей степени ежедневной информации. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь изменения за эти 8 лет, говорящие о распаде или ухудшении его состояния? Потому что то, что опубликовано в интернете, оно, как вы говорите, было практически с признаками живого тела, потения и все такое прочее. Повышение температуры в период каких-то официальных праздников. А сейчас вроде бы это вот сходит на нет. Как, по крайней мере, интернет считает. Ну, вы знаете, каждый раз, когда... Это уже 11 лет хамбалама и тигилов вместе с нами. Я 11 лет нахожусь рядом, работаю. Я за все эти годы каждый раз слышу. Все, хамбаламой и тигилов снова будут возвращать землю. Это вот... Я не знаю, кто это распускает, слухи. Но, наверное, так должно быть. Потому что то, что вот явление или вот феноменальное состояние хамбаламой и тигилов, трудно же поверить всем нам. Поэтому такие слухи бывают. Ну, на мой взгляд, конечно, хамбалама и тигилов, как любой живой организм, конечно, он меняется. Но, вы знаете, мы, наверное, часто его видим, поэтому мы особо не обращаем внимания, да. Но вот профессор Минаев, который с нами работает, вы знаете, он, по-моему, 6 лет его не видел, ну, через 6 лет приехал. И он сказал, что он выглядит моложе. Или вот хамбалама Монголия, глава буддистов Монголии, он как-то приехал и сказал, что, по его мнению, у него волосы почернели и подросли. Ну, чего я, например, не вижу, да. Иногда очень многие приезжают, вообще говорят, что хамбалама и тигил сидит в очках, читает газету. И такое есть, понимаете. Видимо, каждый видит по-разному. Ну, что касается его состояния тела, ну, он, наверное, меняется, я так думаю, как бы мы же все стареем. То есть такого официального научного мониторинга, постоянного нет? Ну, на самом деле, зачем это нужно? Хотя вот у нас есть, если вы будете на нашем сайте, вы увидите акт изгумации, вот, 2002 года, да, 11 сентября. И у нас есть протоколы исследования тела, которые делал Минздрав Россия. Это 2004 год. Но вы знаете, никто больше не приезжает и никто не просит. Нас очень часто обвиняют в том, что мы не допускаем. Но вы знаете, на самом деле никто не приезжает. Потому что любому ученому, который приезжает в хамбаламе и тигилу, ему же нужно как-то объяснить его состояние. И, наверное, это удерживает очень многие. Ну, конечно, бывают какие-то необычные, о чем-то вот говорят, но это, опять, наверное, личное мнение, да. Но, на мой взгляд, хамбаламе и тигилу в той же позе сидит, да. У него, он потеет каждый раз, да. Это вот, если кто бывает, он может это видеть, особенно во время службы. Вот мы несколько раз его протираем ходатками. Мы его постоянно переодеваем, потому что у него здесь под мышками все бывает очень мокро. Вот эта одежда ему. Но самое удивительное для нас было сложно, когда мы ему начали шить одежду. Вы знаете, я же ученого синтетики. И была очень большая проблема найти натуральную ткань. На самом деле невозможно найти. И вот у нас Гафара Хабана Вахидова из Ташкента, она вот занимает эту нишу. Она особым образом там делает ручную ткань хлопковую и шелковую, вот из нее шьем. Иначе вот это наше синтетическое добавление, они раздражают тело хамбаламе и тигилу. Ну, переодевает каждое утро, конечно, его хранитель, на самом деле это каждое утро так начинается, умывает его вот этой именно аршаном или водой с колонца, именно с того места, где он родился. Далее, конечно, его переодевают часто. Ну, что касается вот какой-то температуры, у нас было такое понимание еще в 2003 году, когда же Рейс Ван Шалферу сказал, что нужно создать какой-то агрегат, чтобы он был, ну, чтобы 4 градуса постоянно был. Мы создали на самом деле этот агрегат на Красноярском заводе холодильника, мы его провезли, посадили туда хамбаламу и тигилу. Ну, на следующий день хамбалам Абайшин сказал, все, выключайте, ему там плохо. То есть он находится в обычной температуре. Вот сейчас во дворце у него такая комната 20 квадратов. В этой комнате мы пытаемся сделать такое, ну, как микрократное, ну, где-то порядка 16 градусов обычно так. Но с другой стороны он принимает участие в Урале, да, у нас же бывает очень много людей, жарко. И вот последний раз был такой удивительный вид, было очень жарко в храме, да, а температура тела и тигилова, она была 20-го градуса. То есть на ней спираться меньше, чем вот окружающая среда. Но это очень сложно нам всем объяснить, мы только можем фиксировать. А да, мы попытались фиксировать температуру, но он опять ни о чем нам не говорит. И здесь мне хотелось бы сказать просто, само понимание феномена и тигилова, оно вот важно понимать, что это духовный феномен, это нематериальный феномен. Я очень много слышу там, чего-то съел и все прочее. Ну, если бы это было так легко, наверное, было бы очень много тех, кто сохранился. Но самое важное, вы поймите, у нас хамбалам после ухода в следующую жизнь тела сжигают всех, без исключения. Почему хамбаламая и тигилов таким образом, тоже вот есть вопрос. И здесь, конечно, то, что хамбаламая и тигилов, конечно, вот все свои 12 жизней, он делал только благие дела для того, чтобы достичь этого состояния. И на сегодняшний день ученые говорят, что Альберт Эйрштейн, он предсказал явление хамбаламы и тигилов. Вы знаете, известны его слова о том, что придет новое время, когда духовные будут соединяться с материальным. И этому направлению больше всего подходит буддизм. И на сегодняшний день наши светские ученые говорят, что именно факт нахождения тигилов в таком феноменальном состоянии, это как раз-таки подтверждение слов Альберта Эйрштейна. Ну, кроме того, вот на третьей конференции профессора Качатура вчера была уникальная лекция здесь. Александр Евгеньевич читал лекцию феномен хамбаламы и тигилова и информационные взаимодействия. Он считает, что пришло время, и тигилов дает толчок к созданию новой науки. То есть мы все понимаем, что уже вот то общество и та наука, которая создана, она не отвечает запросам современного мира, наверное. И когда к нам приезжал корма в 17-й, мы брали ее интервью, он сказал, что по его мнению, по его мнению, история буддизма сейчас творится возле хамбаламы и тигилов. И он сказал, что это неопровержимый факт. Факт вот духовности. И здесь, конечно, наверное, важно то, чтобы понимать, что хамбаламы и тигилов являются не просто лама, это общественные деятели России, это глава буддистов России. И в прошлом году мы провели большую выставку хамбаламы и тигилов в служении России. Мы ее посвятили именно чести, совести, пониманию вот этих духовных достоинств, которыми обладал хамбаламы и тигилов. Он дал в ряд уверенности Николаю Второму, и когда он сошел с поста, и тигилов добровольно ушел в отставку. И здесь у нас была выставка очень интересная тем, что принимали участие федеральные агентства, российские архивы и фото документов. И это достаточно интересная была выставка. Может, еще есть вопросы? Может, да? Какие воздушные дали ламы, которые принимали? В 2003 году, по-моему, в феврале, Далай Лама сказал о том, что есть такой пример медитации, и этот пример это нахождение тигилов в этом состоянии. А он сказал, что тигилов находится в движении, в достижении состояния медитации. Когда мы встречались с Далай Ламой, когда мы ездили в экспедиции, но, к сожалению, он нам не дал интервью, он нас отправил к Ак-Догу Гену. Когда мы обратились к Ак-Догу Гену, он нам дал интервью о том, что тибетский буддизм не достигал такого совершенства, как хамбаламы и тигилы. Но на этом все остановилось. Я пыталась несколько раз еще получить у Далай Ламы интервью, но мы получили только такой ответ. Это у нас записано. Но вы знаете, что у Дагу Гену сейчас его нету. Он дал нам интервью в 2005 году. Ну, вот такая вот информация. А не могли бы вы привести примеры посланий? Примеры, о чем он? Ну, разные. Ну, в основном он дает учение. В основном дает учение. Иногда очень конкретные прогнозируемые вещи. Ну, например. Ну, например, когда мы открывали первую выставку «Феномен хамбаламы и тигилы» в Улам-Де, у нас пришли наши хранители, и они сказали, что удивительная информация была о том, что хамбаламы и тигилов проявил информацию о том, что он накрыл вот все Улам-Де своей вот защитой. Ну, вот такая бывает. Ну, разные бывают. Вы знаете, вы лучше зайдите в интернет и увидите массу. Вот просто там нужно читать комментарии. А комментарии у нас дают доктора бодресской философии, поэтому я не могу вот в таком уровне дать комментарии. Поэтому вы лучше там не смогайте. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, а вы какие-то касания насчет своего тела в дальнейшем? Ну, пока мы такого не видели. Там есть разные слухи, но подтвержденного ничего нет. Ну, вот на третьей конференции у нас выступал Алхарамба из Ладака. И он сказал, что по его мнению, хамбаламы и тигилов встанет в тот момент, когда бульдом Андрея осветит его своим путем. Есть вот такая вот официальная информация, его доклад, вот все остальное, ну, есть какие-то домыслы, но они не подтверждены. Понимаете, наши институты работают только на фактах. Факт есть, архивный материал есть, мы говорим о нем. Нет факта, мы стараемся, что. Ну, дело в том, что возле такого феномена, да, вот хамбаламы и тигилов, ну, просто я так понимаю, что надо очень аккуратно себя вести. Потому что все мы люди, у нас у всех есть семья, у нас есть дети, поэтому осторожность, бдительность, аккуратность, это вот необходимо. Ну, очень многие говорят, что хамбаламы и тигилов достиг состояния публики. Об этом многие говорят. Ну, вот, я недавно написала книгу о хамбаламе и тигилово, все, что мы делали. Одиннадцать лет, и вот мое мнение, я как автор ее назвала, смерти нет. Ну, вот она скоро выйдет, и там у меня четыре главы, значит, истоки феномена, жизнеописание, как было мы, тигилово, возвращение и послание. Я собрала мнение буддистов о феномене, мнение философов, мнение, естественно, научной, ну, достаточно, вот, попыталась вести все фотографии тех людей, кто принимал участие в этом. К сожалению, у нас же любят люди искажать, но не хочется. Хочется, чтобы возле тигилов было честно, вот это вот. Самое важное, что мы пропагандируем, если тигилов пытается это удержать, что кто делал его фотографии, текст. Четко, как это было. И вот это факты, которые мы собираем, наша задача, наверное, передать тем, кто пойдет за нами. Потому что в тот момент, когда тигилов пришел, было очень сложно, не было информации. Ну, вы помните, все советские годы. И поэтому мы приняли решение о том, что мы будем ангетировать всех приходящих к тигилову. То есть вот каждый раз мы ангетируем. И у нас, по-моему, на второй конференции профессор из Бурятского государственного университета по именно этим ангетам делал доклады. Это вообще удивительные такие ответы. И, понимаете, с течением времени они меняются. Но мы одно понимаем, что хамбаламая тигилов помогает людям. Вы поймите, вот у нас в Алгинском докторе существует три чуда. Вот первое чудо – это то, что тигилов пришел, и он же, знаете, никого не зовет. Никого не зовет. Вы не услышите ни из уст буддийской санки, ни из нашего института о том, что приходите к тигилу, никто никого не зовет. Люди приходят, миллионы пришли. Но, с другой стороны, мы понимаем, что люди приходят, страдают. А почему приходят, наверное, получают помощь. Но, с другой стороны, у нас вот такая установка нашего института, института, встреча тигилового с кем-то – это дело интимное. Если человек хочет, он расскажет, а если нет, и поэтому вы не увидите в наших материалах вот таких чудесных историй и все прочее. Мы считаем, что этого не надо делать, потому что мы не имеем права зомпировать. Каждый человек должен понимать сам. У каждого есть сознание. Если человек встретится с тигиловым, у него пойдет движение вперед духовное. Ну, кто может? То есть у каждого свое. А очень многие думают, что мы все одинаковые. На самом деле мы же не одинаковые, мы же не знаем, что у нас за спиной. Или мы в следующей жизни вниз упадем, а может, мы возвысимся. Поэтому вот и Хамбаламай Тигил в своем послании говорит, что очень важно делать 10 благих деяний. Вот незамедлительно. И это нам дает возможность вести вперед. Но вы знаете, что мечта каждого буддиста уйти из этого мира странами. И здесь, конечно, для нас вот важно, поскольку мы общаемся с буддистами разных стран, там, конечно, они все потрясены, почему это явление произошло в России. И для нас, наверное, хорошо, что у нас есть рядом учитель, которому ежедневно нам подсказывает, ежедневно дает учения, в соответствии с которым мы имеем возможность духовно расти, идти совершенствоваться. Конечно, Тигилу сейчас 161 год, физический его возраст. 75 лет он прожил такой жизни, как мы с вами. И сейчас вот 86 лет он находится в таком феноменальном состоянии. Ну, феноменальное состояние, вот оно таково. Конечно, разные есть мнения. Ну, опять же, мне кажется, каждый личный для себя тот самый лучший. Либо он идет по пути совершенствования, у него есть учителя. То есть никто никого звать не будет. И вот я хотела сказать, что второе чудо, которое у нас есть в Алгинском танцах, это то, что Тигилов пришел, находится с нами 11 лет, он еще ни слова не сказал. Чтобы стать маленьким депутатом, сколько себе хорошего надо сказать. Тигилов упорно молчит. Поэтому вот это тоже чудо. Ну, а третье чудо – это то, что когда люди к нему приходят, они встречаются. Но по всем законам нашей материальной жизни мы не имеем возможности с человеком, который находится в таком феноменальном состоянии. И кроме того, человеку, ну, даже если вот физически подойти, 161 год. Поэтому, конечно, это феномен, который на самом деле, ну, может, он когда-то был, потому что история человечественная, наверное, огромная. Но то, что вот нам посчастливилось, поскольку вот наша институционная стоит на краю, мы общаемся с многими людьми, и все говорят, «Боже мой, как мы завидуем тем людям, которые родились рядом с Хамбаломой Тигиловым и имели возможность прийти в это время, когда происходит феноменальное состояние». Ну, мнения разные, но мне кажется, самое главное, что Тигилов с нами, он дает нам учения. Кто способен ее взять, тот идет по этому пути. Ну, вообще, у Тигилов у нас есть информация, что он написал более 50 трудов по буддистской философии. Ну, вот я говорила, что фундаментальный труд по фармакологии, Жор, вот Тигилов, над которым мы работаем. Ну, у нас есть фильм, вот как работать над этим фармакологическим справочником, «Наша мама», как это готовится лекарство. В этой части мы движемся, да, работы есть. Ну, очень большая проблема перевод на русский язык. Ну, а есть, но, вы знаете, не все найдены. Ламы нам говорят, что по мере нашего движения будет работа появляться. Какой смысл нам давать, когда мы еще не можем это понять? Ну, по крайней мере, есть сейчас несколько работ. Они есть на нашем сайте, есть написано о его 12 перерождениях. Вот здесь проходили куралы, здесь все это зачитывалось по русском языке. Ну, мы перевели на русский, потому что у нас есть на русском языке. Потом, ну, есть такая часть, но небольшая, совершенно небольшая часть. Ну, я понимаю, по крайней мере, из фотографий, из комментарий, из интернета, что вы являетесь его родственницей. Ну, на самом деле, в буддизме родственность вообще не имеет значения. Вот как у нас говорят, мы получаем кости мозга от отца, из капли отца, из капли крови матери у нас все остальное. То, что перерождается, оно идет по закону кармы, поэтому родственность особое значение не имеет. Ну, на самом деле, мой дед был сыном старшей сестры Хабаламы Тегилова. Он был закол, достаточно известный человек. И внешне, действительно, он был очень на него похож. Просто он был очень высокий, он был двух метров, а по маломатике его метр шестьдесят четыре, но и сейчас. Ну, я думаю, что родственность на это больше ответственности, потому что надо делать, работать, двигаться. Поэтому, конечно, я такой же человек, как вы, и просто нужно работать. Я понимаю, если мы разбежимся, кто будет делать. Поэтому мы делаем, работаем, понимая, что это нужно для него. Вопросы? Еще один. Я живу в Америке. Давайте красите. Там достаточно большая, в общем, по всему миру сейчас растет число людей, поддерживающих философию кудизма. Но вот этот феномен, почему-то знания о нем распространяются просто мелкими-мелкими шажками. Странно, ведь за 11 лет это должна была бы вся планета уже знать и говорить об этом. Там я рассказываю об этом феномене, и люди на меня смотрят, наверное, на такую большую-большую грушу. Потому что им кажется, что если бы это было правдой, то уже все, все мнения, все мнения вы включали об этом. Уже Америка вы первая. А почему-то вот это не происходит. Скажите, вы вообще собираетесь туда как-то с лекциями? Мы бы там очень были рады. Я думаю, что оно идет, наверное, как идет. Дело в том, что вряд ли оно будет идти как-то стройными рядами, как у нас в свое время, как какое-то движение. Скорее всего, на мой взгляд, все равно, кому это нужно, кому это интересно, они все уже там. Это первое, да? Ну, не все, но движутся к этому. У нас уже такая очень большая команда из Татитигилов, которые работают. Те люди, которые волонтерски занимаются. Нет финансирования. Наверное, может, я не знаю. Если, может, это было в другой стране, может, по-другому было. Но, понимаете, мы волонтерской организацией, мы не можем работать так вот, где-то поехать. И, ну, тем не менее, мы ездили в Америку по приглашению тех, кто, наших земляков, которые живут. Я тоже, я на самом деле была удивлена тем, что у нас не было никакого пиара. Народа было очень много. Мы планировали две выставки в Нью-Джерси и в Манхэттене, в буддийском центре. На самом деле мы провели пять выставок. Значит, мы провели в Нью-Джерси, вот, в Хаоле, потом мы в Манхэттене, в буддийском центре. Потом мы переехали в Филадельфию. Филадельфию очень интересно. Знаете, приходили люди. Я говорю, откуда вы знали? Из интернета, говорят. Приходило. Особенно меня удивило, вот, из Туркмении были, ну, бывшие наши статистические люди. И мы, естественно, провели выставку в Бруклине для наших земляков. Я думаю, наверное, появятся те люди, которые будут, мы же не можем одни это делать. Кому надо, они, наверное, появятся, это вот движение пойдет. Я так думаю. Если бы какое-то финансирование было, может, оно бы пошло, я не знаю. Но, с другой стороны, сложно мне сказать, как это будет. Но весь материал, который мы наработали в нашем студии Тигелы, есть на нашем сайте. А то, что люди не верят, я в этом верю, это правильно. Мне тоже не верили. И сейчас многие не верят. Вы вообще о чем говорите? Поэтому, наверное, оно должно идти, кому надо, те узнают. Вот у меня такое мнение. Но, с другой стороны, понимаете, очень часто...